Ежегодным итогом мероприятий в жизни Казанского Федерального Университета является конкурс «Студент года». Более 200 претендентов демонстрируют свои личные портфолио на суд-жюри фестиваля, в которых показаны все достоинства номинанта в определенной номинации. Каждый желающий может поучаствовать в заочном туре конкурса и лишь лучшие проходят финал и являются участниками церемонии награждения, которая проходит в историческом зале университета. Мы с вами достаточно колоссально развили инфраструктуру, которая сегодня является одной из лучших в России. И эта инфраструктура сегодня начала работать на общий блок. Я это все перечислил только с одной, лишь целью, что везде, где бы мы ни делали что-то, везде принимают активнейшее участие наши студенты. В этом году этой знаменной датой стало 16 декабря. В зале собрались лучшие из лучших студентов, проявившие себя в творческой, спортивной, исследовательской и научной жизни алима-матора. К слову, жюри проделало нелегкую работу. Были выбраны всего 20 победителей, в том числе и победитель гран-при конкурса «Студент года-2016». Всего на участие в заочном этапе конкурса подали заявку более 270 студентов Казанского федерального университета. Это мой последний год участия в конкурсе «Студент года» и последний год учебы в Казанском федеральном университете. Выходить из стен родового вуза совсем не страшно, потому что меня здесь подготовили хорошо, у меня уже есть работа, которую я люблю. В частности, я продолжаю работать в Казанском университете на студенческом телевидении КФУ, поэтому далеко от университета я все равно уходить не собираюсь. Более 70 лауреатов сидели в ожидании самого главного события этого года. Всего в номинации было заявлено три человека – Динар Валеев, Нафис Резидинов и Динара Файсханова. Победителя гран-при объявил ректор университета Ильшат Гафуров. Поскольку я отношения не имею к выбору, я просто позволю себе зачитать, кого же жюри определило победителем этого года. Это Валеев, Динар. В этот вечер победитель конкурса сказал не только пламенную речь, которую посвятил родному альма-матеру, но и преподнес подарок ректору университета. Штаб пошла в апреле 2014 года, когда я впервые побывал на этом празднике студенческой жизни. Потому что я понял, что в том году победила Одина Кульмасова, я понял, что я бы хотел тоже так же развиваться, как она, и добиться таких замечательных побед. Я очень долго к этому шел, старался, победил в ряде конкурсов, стипендиальных программах. И сегодня я был удостоен такого звания гран-при студента года. Студенческая жизнь – самая увлекательная пора в жизни человека, которая дает не только знания, но и жизненные уроки. Готовит себя к светлому и прекрасному будущему. Диана Шилова, Леонард Нолитьяров, Универньюс.